Оплачивать вовремя запотребленные ресурсы – значит давать возможность строить новые и реконструировать старые сети. На это сделал упор в своем выступлении директор Водоканала. Исполняя распоряжение губернатора Краснодарского края ежегодно менять 5% от общего количества сетей, Водоканал успешно справился с этой задачей в 2016 году, и Анапа пошла в тройку лучших муниципалитетов края. Эти 5% в километрах проложенных труб – внушительная цифра. Я думаю, что нужно назвать цифру километраж, который заменен. Это более 45 километров сетей, причем это замены качественные, мы к этому не относимся. Скажем, мы могли заменить 63 трубы, 45 километров и сказать, что мы 5% поменяли. Мы меняем соответствующие диаметры, которые делаем так, чтобы город работал, чтобы город жил, и сезон проходил нормально, и без эксцессов проходило у нас в межсезонье. Город давно привык к отлаженной системе работы Водоканала и даже не замечает тех работ, что ведутся ежедневно. У нас на сегодняшний день на территории муниципального образования меняется водовод в Митязево, замена идет водовода на новые, что даст городу, естественно, подача в город увеличится, потому что новые сети будут. То есть все эти работы направлены, потом что мы переключались? Мы сейчас меняем Витязево 6 километров, потом вода диаметром 600, потом меняем километров 200 на верхнем джемотлее от резервуаров до автодороги на Покерч. Переключение было, но практически никто не заметил. Успешный руководитель надеется на такой же ответственный подход к своему делу и от управляющих компаний. На предприятии на нашем работает 800 человек. Это зарплата, плюс реагенты, которые необходимо закупать своевременно, чтобы подавать качественно. Очень много-много идет расходов, поэтому не думайте, что так все это просто. Поэтому в этом году мы будем работать с вами очень серьезно в плане взыскания задолженности. Сумма задолженности, которую озвучил начальник управления ЖКХ, огромная. Все 35 управляющих компаний задолжали более 70 миллионов рублей тепловым сетям. Самые большие претензии к управляющей компании «Крымский вал». Вы чем работаете? Очень замечательно. Вы все получаете зарплату и совершенно не заботитесь о том, что вы вовремя не оплачиваете ресурсы. Но не работаете, отказываетесь. Если мы хотим, чтобы город жил и развивался, платить ресурсникам мы обязаны.